Еще одним предметом нашего моделирования является блокнот. Он перед вами. Его моделирование не займет у нас больше 10-15 минут, несмотря на его, может быть, какую-то видимую сложность. И в то же время он не так прост, как кажется. Он состоит из нескольких элементов. Это пружины в верхней части, на которые все держится. В принципе, там на клею, предположим, что на клею, либо можно было протырявить полностью весь блокнот листиков с определенной степенью завернутости. Ну и, соответственно, если будете накладывать какие-то материалы текстур, то и из материалов текстур. Притом, каждый листик у меня является отдельным элементом. Его можно, к примеру, взять и вытащить, написать на нем что-то, подвигать. Как происходит моделирование данного канцелярского товара? Во-первых, нам необходимо в определенном окне проекции создать plane. Это тот простой примитив, который будет выполнять роль листика. Я в окне проекции top создам сейчас рядом что-то подобное. Создаю plane, вот он, да, и сразу продаю ему определенный цвет. Для наглядности, для лучшей ориентации в пространстве задам вот такой ему цвет. Притом, рядом расположу предыдущий блокнотик. Вот, что далее мы можем сделать с данным листиком? Просто-напросто его размножить. Для этого я могу, конечно, применить инструмент вот такой с прижатым шифтом потянуть за ось Z. И затем в настройках панели, в настройках клонирования указать количество копий, ну, например, 30 штук и 28. Вот у меня создался уже блокнотик, да, то есть чем это можно сделать даже более наглядно в окне проекции, например, left, когда видно, то есть такое расстояние между листиками будет, да, указываю 30, создаю, соответственно, 30 экземпляров. Это первое, первый шаг, да. Можно воспользоваться, конечно, массивом, можно воспользоваться массивом и создать не только вот такой простой блокнотик, да, а интересную какую-нибудь форму, например, записулек, которые лежат у вас на столах. Для этого я воспользуюсь либо клавишей, вот это массив, либо зайду в Tools, Array, и здесь изменю параметры. Например, параметры, во-первых, размножения, да, мне нужно переместить по ось Z на определенную величину. Ну, поставлю, например, 1, поставлю Preview. Вот происходит перемещение, да, 0, 2, соответственно, еще меньше. Я сейчас приближу, чтобы там контролировать полностью процесс Tools, Array, 0, 5, Preview, много, да, 0, 2, например. Вот, и увеличивая количество массива, я могу, соответственно, вот таким образом его изменять. Окей, да, то есть создается такое же простое, можно создать огромное количество листков, достаточно за малый промежуток времени. Но мы договорились с вами создать не просто стопку листочков, а еще, к тому же, и повернуть ее, да, определенным образом. К примеру, будем по оси, попробуем по оси, например, Y разворачивать, да, не, не то, чуть-чуть не то. Вот как можем сделать, да, даже, представляете. И можем воспользоваться последней осью и сделать вот такую вот бумаженцию, стопку бумаженции. Изменяя параметры, соответственно, каждый листок будет вращаться в определенную сторону. Будет вращаться в определенную сторону. Если же нас интересует... Ой, не туда. Превью. Меньшее количество. 40 возьму. 40, соответственно, полностью эту стопку я сейчас тоже подвергну воздействию массива. Превью. И плюс задам перемещение примерно 20, немного. 10, много, 5. Да, то есть можно создать вот такую вот напоминающую модель ДНК. Стопку листьев. Ну, все зависит, опять же, от вашего количества идей в вашей голове. Какой блокнот вы захотите создать, какой и создадите. Но мы с вами создаем обычный блокнот на пружине. Далее нам необходимо... Далее нам необходимо у всех нежележащих вот этих листиков... Изменить. Да, вот они, листики эти. Чуть-чуть выше подниму. Их чуть-чуть промасштабировать. Кроме верхнего листика, да, который будет отвечать за пружины. Либо, если мы будем шивать все листики, соответственно, необходимо их все объединить. Их все объединить. Этечим. Этечим они сейчас в группе. Но их нужно именно объединить. Этечим. То есть, я конвертирую. Редактируем полигон. Жму. Этеч. И объединяю все листики в одно целое. Чтобы потом прорезать в них разом дырочки. И теперь, что у меня осталось, это создать пружинку. Создать пружинку и прорезать дырочки. Создаю пружинку с помощью специального инструмента, который называется Helix. Специальный примитив. Он находится в сплайнах. Я создаю сначала вот такую пружинку. Выравниваю ее по оси Y. И изменяю параметры этой пружины. Задаю количество завитков в Тенсе. Соответственно, изменяю высоту. Да, на данном случае ширину. И располагаю таким образом. Чтобы это смотрелось приятно. Да, то есть могу чуть-чуть сжать вручную уже с помощью скейла. Вот так вот. Создали пружинку, да? Пружинку мы можем отмасштабировать, подвинуть как угодно. Это уже мелочи. Остается у нас последний шаг. Предпоследний шаг. Это прорезание дырочек. Дырочки мы можем попробовать прорезать, либо клонированием данной пружины, воспользовавшись булленом, либо тем же самым булленом. Но создав специальные, так называемые, цилиндры, вместе дырочек. Большой цилиндр. Примерно здесь он будет проходить, поэтому вот так вот задаю, передвигаю, задаю высоту, чтобы он проникал через... Да, и можно чуть-чуть, наверное, все-таки уменьшить его диаметр. Вот таким образом располагаю. Вот таким образом. Теперь я создаю новый слой с цилиндром, чтобы их потом легче было выделить. И с помощью того же самого ИРЭЯ... С помощью того же самого ИРЭЯ... Изменю сейчас цвет. С помощью того же ИРЭЯ... Я сейчас по оси Y размножу. Так, что такое. Мне хочется размножаться. Ноль. По оси Y пишем 20. Превью. Это с минусовым значением. Много. Много. Ну, смотрим теперь в окне проекции ТОП. Да, ну, примерно совпало все. И теперь выделяем цилиндры с помощью слоев. Их переводим в изолированный режим. Конвертируем. Конвертируем в редактируемый полигон. Притормаживает что-то компьютер прям. И объединяем. Опять же, течим. Теч. Выходим из изолированного режима. И попробуем... Сохраняем, конечно же. Перед... С важным шагом. Потому что буллин достаточно емкая операция. Поэтому компьютер может вылететь. Захожу. Компаунт Ожекс. Буллин. Пик оперант Б. И дырявля. Смотрю, что у меня получилось. Вот примерно... Какие дырки были прорезаны. Я немного двигаю пружину. Вот так, что получилось. Может быть, конечно, большеватые дырочки. Здесь у меня были дырочки поменьше. Здесь я делал с помощью прорезки пружины. Теперь нам необходимо только сделать одно. Это создать какую-то неряшливость данному блокнотику. Для этого я перехожу на уровень редактирования ребер. Создаю дополнительные ребра. И доизменяю вершину. Вытаскиваю. Пользуясь. Может быть, даже лучше отсоединить. Отдетечить. Детеч. Детеч. То есть, я три страницы. Сейчас первых отделю, которые у нас будут немного измяты. И далее я уже начинаю редактировать непосредственно тот листочек, который у меня выбран. Да? Применив плавное выделение. Может быть, конечно, его сильно. Первый редактирую. Можно этот чуть-чуть поднять. Как будто... Первый редактирую. Второй редактирую. Немного. Уже меньше. Можно, наоборот, вот так вот сделать. Потом можно включить сглаживание. Посмотреть, что получается. Но не очень хорошо. Вот и... Последний листочек. То же самое делаю. Произвожу видоизменения. И вот, создаю такую вот геометрическую форму. Совсем не затейливаю. То есть, нарушаю немного такую правильность нашего блокнотика. Тем самым, создавая определенную... Определенный ему вид. Определенный стиль. Задавая ему. Вот, в принципе, блокнот готов. Нам остается только наложить материалы. К примеру, сюда серый. Там остальное, конечно же, материал. Я просто для виду сейчас серый. И сгруппировать. И сохранить работу. Сейв. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...